всем привет сегодня я покажу как сделать покачивание камеры при ходьбе и беге давайте настроим это у нас функция называется камера шейк для того чтобы его вызвать надо создать blueprint класс так и пишем шейк и здесь у нас есть матин камера шейк и секвенс камера шейк нам нужна матин в данном случае давайте напишем это у нас шейк будет волк это ходьба да и мы продублируем ее сделан дубликат только это у нас шейка будет run прибеги так давайте изменим необходимые значения для того чтобы в общем камера шевелилась здесь есть у нас вот такие вот переменные это root осцилляющий поворот по x y так скажем по z и так далее да то есть и передвижение по тем же самым координатам также есть несколько значений как получается продолжительность колебаний далее у нас смешивание колебаний во времени и время самих колебаний точнее смешивание их во первых давайте поставим за первое значение у нас будет в районе так это у нас ходьба давайте поставим 0 5 то есть это так скажем затухание после исполнения значение амплитуды и частоты мы будем здесь уж настраивать то есть пить это у нас по получается вверх-вниз соответственно амплитуды в районе единицы поставим и частоту выставим где-то давайте пусть будет 6 также сделаем по у это влево-вправо и по z это чуть-чуть вперед-назад можем тоже настроить давайте выставим но значение немножко меньше три раза именно по частоте чтобы как-то было более рационально также можем настроить передвижение допустим влево-вправо или вперед-назад но это необходимости особо нету ну давайте можно влево поставить давайте поставим частоту в том же самом значении как и мы здесь настроили здесь есть такая еще штука как началь начальное смещение здесь random и 0 то есть я не заметил между ними никаких отличий особых но вот если waveform это у нас форма кривой так скажем синусоидеидальная и шум перлина кстати можете с этим поиграть иногда шум перлина даже прикольно выглядит ну как минимум прибеги так давайте это мы сохранили это у нас ходьба давайте зайдем в run и здесь тоже самое настроим давайте включим в таком же виде как и было duration это у нас продолжительность колебаний сделаем чуть-чуть поменьше потому что они у нас будут более часто соответственно исполняться и время у нас смешивания сделаем чуть-чуть побольше то есть изменим давайте амплитуды выставим такими же как и в прошлом виде но частоту нам нужно увеличить потому что это бег давайте поставим 12 за место 6 что мы делали там и сейчас мы посмотрим как это вообще все выглядит и здесь мы поставим не значение которым допустим 6 а поставим в районе 2 пусть будет так то есть смещение мы слишком не будем делать потому что очень покажется что укачивание происходит и заходим в персонажа теперь нам надо найти то место где у нас передвижение то есть мы давим вперед соответственно вот здесь ходьба происходит давайте сместим это все потому что мешается здесь у нас чуть-чуть расположено все неправильно так чтобы нам все сделать вот из этой линии которая у нас из ford выходит мы должны сделать так чтобы это не равнялось нулю то есть мы ставим восклицательный знак и выбираем not equal соответственно если это не равняется нулю это означает что мы то есть если она равняется нулю мы стоим если не равняется соответственно мы движемся также выставляем branch на branch подсоединяем и теперь нам нужно вызвать саму камеру shake во-первых нам нужна сама камера это у нас first person камера потому что персонаж от первого лица вызываем get world location где находится камера и продолжаем здесь мы делаем play world shake камера shake подсоединяем наше значение где у нас камера стоит в эпицентр да инерционный радиус давайте сделаем единицу и по сути все если мы будем передвигаться мы выберем shake run shake walk наше передвижение но для того чтобы сделать бег если мы выставим вот сюда или куда ни другое место она не будет работать потому что когда мы задаем допустим shift ускорение с 400 единиц до 800 если мы будем делать сюда здесь тоже будет некорректно работать все для этого давайте сделаем переменную переменную это у нас будет переменная булин значение из как назвать ее давайте просто так назовем из shift будет то есть если мы нажимаем shift соответственно у нас появляется переменная булин из shift здесь мы отключаем здесь мы отключаем и далее мы можем выставить как сделать из shift and булин подсоединяем то есть если у нас не равняется нулю и зажат shift мы выполняем какое-то действие да в данном случае это у нас бег шейкран делаем дубликат если false мы выполняем это но нет здесь будет совсем неправильно потому что потому что если мы на false поставим здесь у нас человек не передвигается так значит мы немножко меняем and мы убираем давайте выставим branch снова выставляем после true выставляем так так и в общем проверяем два раза если больше нуля да переходим к другому бранчу если зажат shift то мы бежим это у нас как раз таки шейкран шейк волк это означает что мы идем если не зажат shift эпицентр мы снова подаем значение нашей камеры где она находится и на этом все да то есть давайте проверим если мы идем а кстати видите да у нас какая-то нерациональная как будто он я не знаю пьяный есть такая еще галочка интересная шейк волк да зайдем и здесь в самом низу есть single instance ставим галочку single instance это у нас получается такое то есть то что камера единичная да то есть нет никаких дополнений и так далее но в данном случае у нас как бы не единичная но это даст немножко синхронность вот этим всем значениям практически они одновременно будут начинать работать ну и на run мы тоже самое нажимаем single instance сохраняем запускаем и как видите когда мы идем вот такое вот покачивание идет что вперед что назад если я нажимаю shift и как видите да частота у нас увеличивается и вот такие вот движения бег так скажем происходит в принципе достаточно приемлемо но если вам необходимо то есть вы изменяете значение меняете их тестируете давайте посмотрим как при беге допустим смотрится перлин шум перлина и давайте посмотрим видите да прям такие резкие движения шумные так скажем но можно сделать допустим на определенный какой-то да вверх вниз вот кстати давайте вверх вниз поставим остальные более плавные и и как раз таки вот эти кочечки допустим прямо будет считаться как будто бы мы их ногами и стучим вот на этом все друзья если вам что-то интересное напишите в комментариях может быть появится видео по вашей теме на этом все всем спасибо и пока